20 января 1867 года высочайшим повелением действительный статский советник Григорий Сергеевич Аксаков был назначен на должность начальника Самарской губернии. На этом посту он пробыл около шести лет, четыре из которых семья губернатора жила в доме на углу Саратовской Алексеевской улиц. Рано дед проснулся, крякнул, потянулся, а давши мыслям волю вспомнил внучку Олю. Дом на пересечении Саратовской Алексеевской улиц Аксаковы купили в 1869 году. Примерно через полтора года после вступления Григория Сергеевича на должность начальника Самарской губернии. Дом был небольшим. Первый этаж каменный, а второй деревянный. Пять окон этого дома смотрели на Саратовскую улицу и три на Алексеевскую. Каждая из окон была украшена резным наличником. А под окнами жилого этажа находились небольшие окошечки подвального помещения. Так что, находясь в кухне, всегда можно было видеть ноги прохожих и колеса экипажей. Такие же небольшие одно- и двухэтажные домики стояли и дальше по Алексеевской. И только на углу с Николаевской позже было построено высокое здание епархиальной школы, сохранившееся и до сегодняшнего дня. Разумеется, ни о каком асфальте долгое время не было и речи. Дорога была вымощена булыжником, которому с ранней весны до поздней осени грохотали колеса экипажей. А сейчас давайте представим, что мы оказались внутри этого дома холодным осенним вечером, когда хозяева подсели поближе к теплой печке. Сама печь, разумеется, не сохранилась, но вот во время реконструкции этого сквера был обнаружен ее фундамент. И поэтому каждый из нас сегодня может представить себя в гостях у губернатора Аксакова. Здесь, возле теплой печки, иногда семья проводила целые часы. Здесь Григорий Сергеевич, его супруга Софья Александровна, мечтали о будущем их дочери Оленьке. А сама Оленька читала сказку «Аленький цветочек», сочиненную для нее ее знаменитым дедом. Сергея Тимофеевича, дед, мой прямой предок. У него была дочь Аксинья. У Аксини была дочь Вера, которая вышла замуж за Ивана Кураедова, как пишет в своем романе. Так это моя линия. Я читала семейную кронику раньше, а я не знала, или бабушка говорила всегда, что мы как-то, что мы родственники, но не знала, наверное, и она, я не знала тоже как. А потом, это только три года назад, нашел тут краевед Николай Плигин, нашел в архиве самарском дворянских книгах и ревизских сказках, нашел все документы, так что потом все это выяснилось. Моя бабушка, они были самарские дворяне, и она, они жили здесь, в Самаре. У меня есть ее фотографии здесь, здесь из Самары, это фотографии 110-120 лет старые, и она с нами говорила по-русски, потому что, хотя жила в Чехословакии с 20 или 25 лет, но хотела, чтобы мы говорили по-русски, чтобы мы писали по-русски, и чтобы мы читали произведения русских писателей, чтобы знали историю. В некем царстве, в некем государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Вот собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 30-е царство, в 30-е государство. И спрашивает своих дочерей, каких им хочется гостинцев. Старшая дочь пожелала золотой венец из каменьев самоцветных, чтобы не было его краше. Другая дочь туалет из хрусталю восточного, чтобы, смотрясь в него, она не старилась, а краса девичья прибавлялась бы. А младшая дочь попросила привезти цветочек аленький. Вот отправился купец за 39 земель. Отыскал гостинцы для двух дочерей. Не может только найти аленького цветочка, краж которого не было бы на белом цвету. Так оказался он в темном лесу. Вот бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходимому. И чем дальше идет, тем дорога все лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а кусты раздвигаются. Девуется честной купец. Думает, не придумает, что с ним за чудо совершается. А сам все идет, да идет. А дорога перед ним торная. Так идет он от утра до вечера. И не слышит ни реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом его хоть глаз выкли. А у него под ногами светлехонько. Первый перевод Аксакова появился уже в 1864 году. Была переведена семейная хроника. Другие произведения пока не были переведены. Но потом они появились в 20-е годы. Это сейчас как раз 100 лет, когда Чехословакия организовала русскую акцию помощи беженцам. И уже с конца 19 века там были переводы русской литературы, включая Аксакова. И огромный интерес к русской литературе. А в 20-е годы, когда туда пришли русские беженцы, конечно, ознакомляли с новой литературой, с историей. Были профессора, которые преподавали русскую литературу на Карловом университете. Так переведено Аксаков. Были переводы. Потом появилась в 50-м году не только семейная хроника, но и детские годы, и «Аленький цветочек». Это было в одном доме. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной. Почуяла она нечто недоброе. Обижала она палаты высокие, досады зеленые. Звала язычным голосом хозяина своего доброго. Нет нигде ответа, нет привета и никакого гласа послушания. Побежала она тогда на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек Аленькой. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив Аленькой цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись. И спит теперь крепким сном. Начала будить его потихоньку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышит, принялась будить покрепче. Схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханин, мертв лежит. Помутились тогда ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову господина своего доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом. Ты встань, пробудись, мой сердечный друг. Я люблю тебя, как жениха желанного. И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Затряслась земля от грохота великого. Ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый. И упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Это сказка, как другие русские классические сказки, потому что ее форма такая, да, и о добре, о скромности, о, так в общем, о чем сказки говорят, да. Это такие всегда воспитательные в определенном мере, что надо быть скромным, надо любить. Такое завещание, как надо себя, как моральное завещание, как надо себя вести. И не совет, а в общем... Или совет тоже можно, да, сказать. Сына писателя, бывшего начальника Самарской губернии Григория Сергеевича Аксакова, не стало в феврале 1891 года. Он скончался в Самаре, но был похоронен в своем имении при селе Никольское Страхово-Тож Гузулукского уезда, где ранее была погребена его супруга. А здесь, по этим улицам, продолжали ехать экипажи и шагать самарцы. Жизнь шла своим чередом, и дети бывшего начальника губернии делили наследство. Впрочем, времени на это оставалось уже не очень много. Сына губернатора не стало в 1910 году, а вот его дочь, Ольга Григорьевна, дожила до тех лет, когда мир изменился настолько, что уже не имел ничего общего ни с ее аленьким цветочком, ни с мечтами ее родителей о будущем дочери. В январе 1919-го внучке Оленьке исполнилось 70. Жила она в это время в селе Языково, Гузулукского уезда, в небольшом флигеле, который состоял из четырех комнат с кухней, потому что дом сгорел еще в 1914 году, а в 1921-м не стало и Ольге Григорьевне тоже. Время не сохранило дом семьи Аксаковых. Может быть, виной этому служило то обстоятельство, что здесь, в этом доме, жил начальник Самарской губернии. Может быть, дом не был выдающимся в архитектурном отношении, но именно здесь, в стенах этого дома, звучали имена Тургенева, и Тютчева, Гоголя и еще многих других писателей, с которыми был знаком Сергей Тимофеевич Аксаков и его близкие. Это здесь жили люди, которые думали о том, как сделать эту землю еще прекраснее. Семь часов пробило, затопил я печку, темно очень было, и зажег я свечку. С вами был Михаил Перепелкин.